дорогие друзья приветствую вас на зоне сегодня фаршированные кабачки и овощной рагу я это буду готовить в банках на зиму но все что приготовлю сегодня в банках на зиму в автоклаве можно приготовить просто так для того чтобы съесть это сегодня завтра в общем быстро это мой друг одноглазый автоклав малиновка у него видите есть тут глаз чтобы смотреть что происходит внутри вот мы иногда с ним так переглядываемся он заглядывает в меня я заглядываю в него фаршированный кабачок значит вот у меня кабачки они такие уже не самые молодые потому что мне так надо да вы увидите концепцию вот а я пока кабачок отставлю в сторону и начну обжаривать лук и морковку вот у меня большая сковородка если она мне сегодня еще пригодится сковородка для другого а я пока вот так вот натру морковку вот эта морковка потому что мне этой морковки хватит и лук я лук нарежу мелко это пойдет фарш это будет часть фарша потому что у меня фарша будет мясо рис и вот такая овощная штукенция такая поджарка она всегда украшает вкус я сейчас уже почищу кабачок и смотрите что на что я буду обращать внимание я вот смотрите все краешки тут особенность на сегодняшнего приготовления в том что я считаю рациональным готовить именно эти два блюда овощной рагу и фаршированный кабачок потому что все обрезки от кабачка у меня уйдут в овощную рагу и тогда у меня видите получается такой безотходное производство вот смотрите я сейчас почищу кабачок кабачок ведь часто фаршируют именно такими вот кружками да и вот где-то сантиметр полтора вот это место уже пойдет у меня в овощную рагу видите сейчас я проверю вот что смотрите мне важно чтобы кабачок заходил в банку видите не заходит в банку у меня кабачок а вот этот а вот этот уже заходит в банку поэтому я сейчас чуть-чуть подработаю диаметр больших кусочков чтобы они у меня тоже зашли в банку повторяю это надо исключительно для того чтобы в банку вошли если вы готовите просто так кабачки без закатывания в банку разумеется этого делать не надо перемешаю морковку с луком краешки буду нарезать для следующего блюда для овощного рагу все что мне не подойдет для фарширования и еще и сейчас я займусь еще следующим кабачком они мытые естественно у меня пока я буду чистить кабачок я вам расскажу о том как работает автоклав почему он продляет жизнь продуктам ну ведь продукты чего портятся от того что бактерии либо какие-то дрожжи плесени могут работать да и они начинают перерабатывать продукт он портится от этого потому что продукты переработки они плохие банка там вздувается и так далее и так далее задача консервирования убить все живое что может быть в банке эти задачи решают разные вещества там кислота соль сахар и так далее и так далее но этого мало очень хорошо убивает температуру поэтому автоклав позволяет нагреть содержимое банки до 120 градусов цельсия это температура которая уже гарантированно убивает в бактерии а как достичь температуры такой высокой успеть в водяной среде либо в среде пара а это очень просто повысит давление потому что чем выше давление мы это знаем из курса школьной физики тем выше температура кипения жидкости поэтому автоклав создает сам давлением таким образом поднимается температура до 120 происходит процесс консервирования и что очень важно за счет этой температуры очень часто банку можно закладывать продукты не готовые а сырые потому что процесс приготовления и процесс стерилизации то есть убивание все происходит одновременно параллельно мясо закладывается сырым для изготовления тушенки крупы там с какими-то мясными штуками закладываются промытыми только не вареными потому что все происходит банки вот это очень удобно у меня где-то в банку может войти 33 3 вот таких фрагмента 33 банок у меня будет 53 и вот еще один кабачок я на всякий случай еще сделаю как раз будет хорошо а потом будем работать дальше все значит морковка и лук у меня поджарены я пока выключаю машинку и переложу это в миску это будет фарша хорошо бы чтобы это немножко остыл чтобы я это эффективно перемешал с мясом и с рисом значит давайте я сейчас сделаю фарш помните лук с морковкой вот у меня замоченный рис у меня стоит где-то уже полчаса я бывает подвариваю рис бывает нет потому что вот сейчас в процессе замачивания он немножко набухает и уже будет готовиться проще тем более в банках высокая будет температура и рис успели приготовиться внутри фарша горс . другая риса так и вот у меня свиноговяжий фарш я просто смешал свинину и говядину я уж не буду при вас сделать фарш ну все знают как сделать фарш вот так соль сюда можно дать каких-то разных специй абсолютно что вы любите но я хочу сегодня положить тимьян вот у меня тимьян фарш вот у меня порошок паприки лучше чем рука ничто не перемешает этот фарш перемешаю фарш считайте что я готовлю как есть без автоклава без банок потому что технология одинаково теперь я должен сделать такую дырочку вот у меня есть специальное кольцо но не специальное для этого вот я делаю кольцо из кружка кабачка это пойдет врагу естественно здесь как раз возникает хороший баланс то можно руками вырезать маленьким ножичком ну я подобрал себе кольцо я его так сказать берегу вот для такой цели я начиню фаршем эти штукенцы и параллельно буду жарить значит я буду панировать я обжарю можно не обжаривать а сразу тушить в том соусе который будет сделан а можно обжарить но я считаю что так будет вкуснее когда обжарить вся сюда растительное маслица тоже пойдет теперь я ставлю сюда мисочку для панирования мука у меня вот и теперь фарш вот так руками дан наполняется кружочек это кольцо вернее уже кабачка чтобы фарш чуть-чуть заехал на вот этот ободок теперь мука можно еще раз зафиксировать и идет процесс обжаривания так я буду работать вот пока не обжарю все кольца фаршированных кабачков здесь можно работать вдвоем один наполняет другой панирует например если есть в семье дополнительные руки то это всегда хорошо ну вот у меня одна партия готова сейчас вот завершающая партия и можно работать дальше думаю что мне хватит чтобы наполнить пять банок кабачковая горка ну что теперь пять банок ну что по жгучему перчику по кусочку жгучего перчика ну по пару кусочков жгучего перчика на дно не будет лишнее понемногу чеснока в банке чеснок будет работать очень эффективно ребята потому что в закрытом объеме специи работают гораздо лучше поэтому в банку можно класть чеснока меньше а если вы будете тушить в кастрюле то тогда надо положить чесночку конечно вот так где у меня горошек ну по три наверное перчика вот так ну что можно теперь закладывать делать искать извините за выражение делать закладку специалист по закладке кабачков в банке ну поехали нормально так подарить другу да и зимой вот так вот съесть раз два три я сейчас соус вкусняшный сделал видите я не солил потому что я посолю соус вот сейчас я сделаю соус он будет такого бешамельного типа совершенно простой значит вот кусочек сливочного масла вот сейчас растопится могу немножко растительного добавить и сейчас я поджарю немного муки потом молоко и потом кое-что еще вот практически расплавлено масло мука подмешиваю муку солю да бы я говорил что я буду солить соус прогреваю муку она приобретает сейчас такую ореховость меня венчик на готове и холодное молоко и пошел я работать венчиком нагрев можно усилить уже до самого максимума сейчас загустеет ну что вам еще про автоклав рассказать значит у меня малиновка это вообще есть два типа автоклавов автоклав который ставится на плиту и там все происходит от того что ты на плите нагреваешь сам низ автоклава да на газ там на индукцию куда угодно а есть автоклавы автоматические который нагревает себя самого не оставить на плиту вот у этого моего есть тэн внизу он сам себя нагревает это называется на малиновка смарт-шеф кстати у малиновки есть разные объемы автоклавов 20 26 35 и 42 литра у меня 26 литров автоматическая машина с блоком управления электронного в нее можно поместить 14 пол литровых банок одновременно я сегодня помещу 10 я делаю по 5 да все он закипел сильнее он уже не загустеет и теперь сюда добавляют протертый помидор я сегодня взял разбил помидоры знаете не такие помидоры которые в салат чуть-чуть знаете где-то там что-то подмятый помидор вот такие я купил недорого да я их разбил блендером нарезал разбил блендером с небольшим количеством томатной пасты для цвета вот у меня эта штука и сейчас я немножко этой помидорной массы добавлю вот в этот самый белый соус будет шикарная такая у меня заливка вот посмотрите цвет пошел да сейчас я попробую на соль это будет вкусняшный соус потому что он напитается еще мясом да в банке то кабачком и будет хорошая подливка вот то что надо прямо через к ночь до конца до кровь наполнять не буду потому что мясо немножко даст сока и кабачки дадут сока пуша не сырые поэтому уровень жидкости при обработке в автоклаве поднимется вот так прямо через край наливаю жидкость немножко опустится паша на проникает на дно надо немножко подождать и может быть налить еще и что для автоклава очень хорошо что не надо стерилизовать банки они были просто у меня помыты и потому что все происходит в самом автоклаве крышки надо там кипятком заливать потому что я все уже сделаю вот в этой самой малиновки закрываю и приступлю к формированию еще пяти банок с овощным рагу а теперь рагу значит вот помните мои все эти обрезки вот сердцевинки от кабачков да я сейчас их буду нарезать помельче я из этого всего конечно мог бы сделать икру это больше возник тоже ее бы хорошо в автоклаве стерилизовать эту икру разложив ее в банке но это надо готовить его до конца здесь у меня все будет происходить в банке хорошая будет история на зиму потому что в эту всю штуку можно в суп добавить в любой суп добавить да можно рассматривать как гарнир из банки достать погреть или как холодный гарнир или как горячий гарнир как закуску это можно использовать теперь баклажаны плодоножка не мытая плодоножку и краешки я уберу ну то что называется дежапирование как я придумал такой термин почищу и они сейчас тоже мелко нарежутся и пойдут к кабачка вот так немного лука здесь все как вы видите на глаз здесь нет никаких норм все равно будет вкусно вот у меня есть два сладких перчика это ласточка грунтовая нарубил перец дам сюда жгучки нарублю посильнее чтобы равномернее распределить жгучий перец соль чеснок сейчас я тщательно эту смесь перемешаю чтобы было равномерно помните мой соус к кабачкам это вот бешамельного типа я его добавлю сюда ничего не хочу терять он мне будет стабилизировать немножко рагу и отдельно сюда еще добавлю дополнительно добавлю вот эту самую помидорную базу про разбитые помидоры с небольшим количеством томатной пасты вот так будет мое будущее рагу и сейчас я буду плотно наполнять все еще на 5 банок рагушной рагушной смесью сверху еще по ложечке томатного продукта ну можно еще по щепотке сахара я сахар не добавлял можно по капчике сахарку добавить для овощей никогда не будет лишним и все крышечки крышки и сейчас я уже буду помещать банки через кассету в автоклав вот мои баночки я сейчас их установлю в кассету видите двухъярусная получается конструкция очень удобно моя машинка автоматическая я просто сейчас выставлю объем банки какой у меня главный продукт и она все сделает сама я сегодня буду готовить на пару потому что вот такая машина позволяет готовить на воде или на пару если на воде надо залить вровень с этой кассеты если на пару то гораздо меньше жидкости отличие в том что если готовишь на воде то тогда надо долго ждать пока машина после окончания цикла стравит давление чтобы ее можно было открыть а когда на пару машину можно открыть гораздо быстрее так сказать уже освободить банки и насладиться результатом вот я фиксирую маховички чтобы кассета была компактна для автоклава кстати говоря там же создается очень высокое давление важно прочность корпуса да вот здесь этот автоклав тут в такой сварной шов есть он не до края доходит она два сантиметра ниже края этого позволяет обеспечить дополнительную прочность и дно должно быть очень прочным мы с вами его не видим нового этого автоклава абсолютно уникальная технология создание дна она называется диффузное дно с лазом вот такая технология применяется во всяких военных там делах где особенно важна прочность здесь вот тоже то есть здесь нет опасности того что что то взорвется ну и плюс предохранительный клапан который стравит давление если будет его скачок плюс манометр можно смотреть за манометром сюда еще окна самогонный аппаратик можно присоединить вот сюда на выход так что на самом деле моя малиновка это два в одном вставляю кассету кстати здесь есть тен я говорил что автоклав нагревает сам себя этот вид до смарт-шеф и там тен тоже расположен так не на самом дне он приподнят это обеспечивает более эффективную работу тена и может быть даже снижение мощности нагрева и тогда крышка крышка тоже интересная потому что она закрывается изнутри значит видите крышка закрывается изнутри через такую прокладку она уникальна эта крышка потому что давление само прижимает крышку получается чем выше давление тем плотнее крышка и поэтому давление держится потому что ничего не сифонит закреплю весьма условно потому что повторяю здесь ничего не надо так уж прижимать поскольку крышка прижмет сама себя значит вода у меня уже была налита под пар там совсем немного надо воды и поехали смотреть как я буду его заводить я включаю сейчас мне малиновка скажет привет дядя лазерсон а готовая программа я подтверждаю на пару подтверждаю объем банки я беру вот такой видите от 0 там сколько 35 до 1 литра подтверждаю теперь овощи у меня как вы видите есть еще и мясо но мясо было обжарено мясная часть и мне температуры и времени хватит поскольку овощные программы они меньше чем мясные программы я нажимаю ok и еще раз нажимаете программа пошла работать машина все сделает сама дорогие друзья вот результат вот кабачки вот овощное рагу очередное напоминание о лете у меня будет зимой когда я сам что-то съем подарю корешам в общем здесь консервируются не только формально овощи там с мясом без масса но и такое знаете твое состояние летние это очень приятно зимой автоклав малиновка мой друг в очередной раз мне сегодня помог я вам оставлю ссылочку внизу где вы можете ознакомиться с моделями малиновки а приобрести автоклав можно на всех основных маркетплейсах а на яндекс маркете можно разбить платеж на четыре равные части дорогие друзья это была зона лазерсона до встречи на этой кухне